Это уже стало доброй традицией. Каждый год в мае в рамках эстафеты «Салют Победы» Одинцовская делегация отправляется по местам боевой славы, туда, где кровалась Великая Победа, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам и мирным жителям. Брест, Минск, Санкт-Петербург. В 2018-м поезд Победы едет в Волгоград. Четвертый этап – эстафеты «Салют Победы». Он посвящен героям Сталинградской битвы. Одинцовский район будет представлять 153 человека на Мамаевом кургане, нашу делегацию Одинцовского района. Среди нас находятся члены Координационного совета, руководители общественных организаций, блокадники, ветераны, участники Великой Отечественной войны, дети войны, участники тыла во время Великой Отечественной войны, священнослужители. Никто не забыт, ничто не забыто. Великие слова. Я вас всех поздравляю. Я хочу, чтобы у вас было прекрасное настроение. И именно вот с нашей родной Одинцовской земли вы понесете вот это прекрасное настроение на ту землю, куда вы сейчас едете. Москва, Павелецкий вокзал. Общее фото на память и в путь. Зал ожидания временно становится концертной площадкой. Песни военных лет, танцы. Все это отлично поднимает настроение. Едем большой компанией в город Волгоград. У нас великолепное настроение. Хотим это настроение привести жителям города Волгограда. Походить, посмотреть по святым местам, где наши деды и прадеды защищали нашу родину, нашу жизнь защищали. Короче, сделали нас просто-напросто победителями. Волгоград, Сталинград. Один из самых ярких символов Великой Отечественной войны. Символ победы. Образец мужества и стойкости советского народа. Битва за Мамаев курган была самой кровопролитной за всю историю войн. Она длилась 135 суток. А битва за Сталинград продолжалась 200 дней и ночей. Победа, одержанная советскими войсками, стала переломной в ходе войны. Но далась она слишком большой ценой. Эти памятники известны каждому. Воин грудью встает на защиту родной земли с автоматом и гранатой в руках. Ну а родина-мать – это самый главный символ победы. За Мамаевым курганом тишина. В том кургане похоронена война. Мирный берег тихо плещется волна. Митинг памяти о погибших жителях и воинах, отдавших свои жизни, защищая город, начинается с панихиды. Молодежный театр-студия «Крылья» подготовил музыкальную программу. Ее слушают, затаив дыхание. В зале воинской славы горит вечный огонь. Его держит пятиметровая скульптура «Рука». Сюда всегда несут цветы, отдавая дань памяти погибшим. Мой папа, Алантиф Андрей Александрович, сражался здесь. Дважды был ранен. Потом тут же, после ранения он был в госпитале, снова вернулся, как говорится, и снова попал в какое-то пекло, где ему, у него были обгорелы все ноги. И вот, знаете, это было месиво, одно месиво страшное. В Волгограде многое говорит о героическом прошлом города. Дом Павлова, где наши воины оборонялись 58 дней от немцев. Мельница Гергарта, молчаливый памятник ужасных дней. Здание специально не стали восстанавливать в назидание потомкам. Аллея героев, площадь павших борцов, памятники, музеи. Здесь помнят подвиг своих прадедов и гордятся им. Помнят его и в Одинцовском районе. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.